привет с добрым утром отвезла савринку в школу опять каникулы закончились главное все закрылась а катки бассейны фитнес-студия все позакрывалась ну должно по крайней мере с понедельника все закрыться школы не закрылись поэтому каникулы кончились и пошла саврин опять школу мой рабочий день начался опять с пяти часов утра я выпью свои витаминчики показывал уже алоэ вера и витамины от красных ягод фруктов очень после того как это я все открыла нужно хранить в холодильнике знаете мне нравится во-первых вкусно я правда так не взвешивал конкрет конкретно 30 миллилитров но я думаю тут будет наверно 30 миллилитров сейчас выпью потом через полчаса кофе сначала витамины саврина сразу с утра с утра в 5 часов утра выпила сразу и пошла в школу вкусно как будто вкус как будто сиропчик вишневого варенья в общем сегодня мне должна прийти моя декорация которую я для зала заказывала можно наверно мандаринчик скушать и ну в общем те веточки которые я купила я вам показывала не знаю в прошлом видео я уже поставила базу снимать еще не снимала думаю как придет вся моя декорация для зала все вместе с него вам покажу я думаю вчера пришла мне одна посылка я ее даже не открывал даже не знаю что там пришло что-то они мне на несколько посылок весь мой заказ разделили на несколько посылок в общем одна вчера пришла не знаю что сегодня тоже стоит что-то должно прийти в общем не знаю что придет в общем посмотрю как придет вам поснимаю не знаю все придет или все можем короче что придет сегодня вам покажу если не все придет еще не там я заказала еще одну вещь там не написали что сейчас это они не могут прислать потому что у них это нету в наличии и они пришлют его позже кстати карина тоже заказала карин тебе тоже так же написали я заказала там искусственную орхидею мне написали этот заказ вам придет позже сейчас нету в наличии каринка точно так уже заказала динамика я через полчаса кофе и позавтракаю пришли мне две посылки вот это пришла сегодня вот это вот пришла вчера в общем сейчас будем буду открывать не знаю посмотрю что они мне прислали здесь еще один раз запаковано в общем это я все заказывала рассказывал декорацию для зала здесь как бы мне это вытащить аккуратненько чтобы не сломать смотрите как хорошо запаковано упаковано я вытащить не могу смотрите какое яблоко сейчас поставлю красиво сейчас поставлю красиво видите какие красивые такие порцелановые яблочки мне нравится так сейчас я буду их примерять куда же мне их тут поставить так это убираем так что же мне в следующей посылочки пришло я опять еще одну коробку коробка в коробке это я заказала себе сюда на журнальный столик вот такую вот вот такую вот я не знаю из чего она сделала вот такую вот тарелочку и здесь вот такие вот для свечек подсвечники не знаю не знаю сколько три или четыре штуки в общем как все поставлю потом красиво я не знаю я не знаю есть такие маленькие свечки или нет вот эти тейлих там а тут еще камушки какие-то все больше здесь ничего нет в общем не получается еще должно прийти две посылки которые я заказала в зал не знаю надо посмотреть свои электронный адрес может быть что-то пришло какая-то почта пришла еще что-то пришло но не мне а Сабрине ну Сабрину открывать я естественно не буду Сабрина будет открываться сама в общем сейчас как так сделаю тут ну да конечно я так покупала все со скидкой и у меня было 100 аэро ну как подарочная карта гудхаб а так вот эта вот тарелочка стоила по моему 24 аэро я считаю что дорого очень дорого потому что я даже не знаю из чего она сделана ну и чё за это так интересненько поставлю ой чуть не упала яблоки красивые вот эти яблоки стоили 20 аэро дорого тоже я бы если бы у меня не было это 100 аэро этого гудхаб гудшайн я бы не заказывала ну еще 2 2 2 яблоки дорого но там еще было 20 процентов скидка да когда я заказала ну красивый сейчас как поставлю поставлю куда поставить сейчас поставлю покажу вам и покажу вам свою вазу которую сделала уже с огонечками что ты там нашла а соль что ты там нашла да потянись потянись ну в общем я тут сделала поставила у меня я не знаю надо мне посмотреть у меня вроде бы нету таких маленьких свечек сюда такие тейлихтер значит вот такая вот так это я вчера тут а сидела наслаждалась ароматом сон что хочешь ароматом свечки пахнет между прочим очень хорошо сейчас туда поставлю мне карина скажет убери но пока у меня нету таких маленьких свечек и это тоже может красиво не но так она по цвету такой пыльно розовый она сюда тоже вроде бы как бы вписывается почти и что сонь ну да ну да ну да и что ты там нашла сон о сейчас покажу вам вот я короче яблоки вот сюда поставила пишите мне в комментариях может быть их куда-нибудь другое место поставить хотя я не знаю куда он может быть на вот эту другой шкафчик ну в общем короче пока поставила сюда смотрите это сабрина маленькая в германии никто банты не делает детям а это в садике их фотографировали мне все равно мне нравится когда дети с бантами я сабринки видите как банты навязала и у меня такая есть красивая фотография это мои внучата красавцы софийка и пауэль и здесь они тоже ну софи еще помладше и пауэль мася пусинки вот эти вот цветы меня все карина говорит выкини вот эти желтые ну вообще она хочет чтобы я еще и вот эту травку выкинула пишите мне в комментариях чё нормальная штрафка мне как бы нравится ладно выкину я эти желтые цветы когда придет моя белая орхидея вот так короче показываю мою вазу вазу с веточками с огоньками смотрите я сюда положила еще такой сатиновый в общем кусок материала у меня был такой серый сатин я его туда положила они немножечко повыше стали ну и так ничего да смотрится здесь еще есть вот такие вот звездочки и снежинки но я пока не буду это вешать потом к новому году поближе повешаю мне как бы еще снежинки сюда не просится в общем они на батарейках там три батарейки надо вставить ну три батарейки было ну в наборчике в общем я только батареечки вставила ну как яблоки смотрятся мои нормально друзья как вам мои люстры мне карина сказала надо люстры тебе поменять я сказала люстры я менять не буду люстры меня устраивают нормально же у меня люстры скажите мне в комментариях сон и чему хорошая ты моя хорошая ты моя сладкая уй ты моя умничка ты подняла лапку ты моя сладкая что ты там нашла сон я тебя снимаю а ты блин не лучшей своей стороной в камеру а это у меня свекровь так постоянно меня пожалуйста с лучшей стороны заснять ничего если здесь моя будет свечка стоять еще розовая пока не сгорит а так соня улеглась ой ты господи испугалась что ли ты что ли испугалась или нет ну ничего если моя розовая свечка здесь постоит пока не сгорит ну я думаю что ничего страшного что-то я тут ралады все закрыла у нас туда получается как-то темно смотрите я вот этот цветок каждый раз опрыскиваю а все равно вот эти вот кончики у меня ну сохнут ну не везде интересно как-то не на всех на каких-то сохнут в общем что в общем Сабрина вчера получила смс от своей школы где она учится на права она же давно сдала на теорию ну теорию а так как со сложившейся ситуацией которая сейчас получается что ну они после каждого ученика должны машину все чистить все дезинфицировать и поэтому получается что ну они могут меньше часов работать ну в общем давать фарштунды своим ученикам ну в общем короче говоря Сабрина вчера получила смс что теперь короче очередь ее пришла ей сказали она должна заплатить 500 евро за первые часы которые она будет ездить в общем там какая-то система у них такая но я думаю что в каждой школе своя система в общем они вначале платят 500 евро потом получают такой апп ну такое приложение где они могут сами непосредственно уже с преподавателем связываться и говорить когда им удобно получать часы когда они будут брать свои часы чтоб ну ездить практику вот и короче написано там так она мне прислала я тоже прочитала там написано так что как вы все свои 500 евро проездите заплатите потом следующие 500 евро но и так пока вы не накатаетесь пока вы не сдадите свои экзамены и потом если что останется если что-то останется то они вам это все назад вернут в общем как-то так что еще у меня сегодня по плану обед мне надо готовить я на выходных делала манты со свежего фарша что-то моим так всем понравилось короче соскучились по мантам я уже давно не сделала короче попросили еще раз делать манты буду делать еще раз и вообще я начала смотреть кино называется двойная жизнь да блин такое кино потрясающее драма в общем вчера вечером уже поздно вечером ну в ю тубе накопала кино как подсела смотрела до 12 часов ночи нужно было сегодня в 5 утра вставать я сижу и сижу и смотрю и смотрю потом уже еле-еле заставила себя выключить телевизор и идти спать ну в это время уже конечно все спали а я все еще телевизор смотрела так что сейчас быстро сделаю обед не я все приготовлю наверное поставлю в холодильник не потом попозже перед тем как можно с работы прийти с работы прийти налеплю их же быстро потом сразу поставлю в своей кастрюле потому что у меня мантоварка у меня мантоварка есть но у меня не идет мантоварка потому что мы поменяли плиту а мантоварка у меня алюминиевая и она у меня теперь там не работает нужно другую мантоварку покупать но так как нам сильно много не надо мне я уже делала как-то в своей кастрюле манты нам вполне хватило так что я сделаю потом все подставлю быстренько перед тем как ему прийти и все и будет готово и буду смотреть кино в общем надо мне досмотреть я вчера наверное там мой сериал на 6 часов я по моему вчера часа три посмотрела может 4 но мне там осталось получается совсем немного в общем сейчас по-быстрому все приготовлю и посмотрю кино досмотрю кино еще параллельно смотрю кино сейчас скажите когда я все успеваю когда я кино смотрю вечерами кино когда работать не надо и еще начала смотреть кино вторая жизнь тоже очень интересная но там как-то интересно они выставляют каждый день по одной серии одну серию посмотрите потом ждешь ждешь в общем я вчера какой посмотрел 10 или 11 в общем даже не помню какой посмотрела не то 10 не то 11 в общем не по моему я 10 вчера посмотрела 11 не было в общем сегодня наверное там тоже 16 серий не знаю когда они все закачают многие пишут что фильм уже старый что можно везде на любых других сайтах посмотреть Ну, там люди спрашивали в комментариях, скиньте ссылку, скиньте ссылку. Никто ссылку не скинул, так что смотрю на ютубе. Соня отдыхает. Ну, всё, пошла по-быстренькому сейчас. Сделаю манты. Сегодня я буду делать манты. Тесто буду делать в своей кастрюле. В общем, у меня спрашивали как-то в комментариях, как я делаю тесто в своей кастрюле. В общем, покажу. Выбираете программу, вот эту вот Кнет. Ну, видите, эту таскалка нарисовала. Это для теста. Включаете её. В общем, сейчас я положу сюда 2 яйца. Но это тесто у меня на манты. 2 яйца. Посолю немножко. Полтора стакана воды. И 900 грамм муки. И 50 грамм растительного масла. Всё. Здесь вот, видите, фарш я уже приготовила. Ну, ещё не перемешивала. Только порезала лук. Масло... Ой, масло... Мясо у меня ещё на мороженое. Не совсем отошло. В общем, я его потом перемешаю. Немножко ещё отойдёт. Оно сейчас сильно холодное, с морозильной камеры. А пока сделаю тесто. В общем, 2 яйца я уже положила. Соль. Сейчас добавлю воду. И муку, и масло растительное. И включу вот буквально на 45 секунд. И тесто будет готово. В общем, сейчас как сделаю, покажу вам. Положила 900 грамм муки. Здесь есть весы, да? Те, кто не знает. Она сразу взвешивает. Всё. Сейчас буду... Сейчас закрою крышкой кастрюлю. И... Вот, видите, весы? Сюда нажимаете, если вам надо. И взвешиваете по новой. Так, мне не надо. В общем, сейчас закрою крышкой. И буду это всё перемешивать. Всё, крышку закрыла. Сейчас включу на 45 секунд. И всё. И потом, как это всё перемешается, покажу вам. Ну, всё, вот так тесто выглядит через 45 секунд. Сейчас я его подмешаю. И будет готово. Ну, всё, смотрите, вот такое тесто у меня получилось. Хорошая. Сейчас я его накрою чашкой. И оставлю так постоять минут 15-20. И потом буду лепить мантики. Ну, всё, вот, смотрите, я налепила себе в три этажа мантиков. Сейчас просто включу на дамф, вот на вот это вот, на дамфгары. В общем, это если на пару вы хотите готовить. И включу, как на нормальные манты, на 40, ну, где-то на 45 минут. На 40, даже на 40 не хватит. Всё, на 40 минут включу. Сейчас только вот эту крышку. Здесь его дырочки. Я сейчас просто алюфолием её закрою, чтобы пар не выходил, чтобы пар весь там оставался. И всё, и мантики будут готовы. Как приготовиться, покажу вам. Ну, всё, вот так вот закрыла. Сейчас просто накрою. Всё. И включаю. Сейчас вода нагреется, она перескочит на время и будет готова скоро. Ну, всё, мои манты приготовились. Так, сейчас я это выключу, свою вытяжку. Сейчас я вам покажу. Ну, всё, накладываю по тарелочкам, и мы идём кушать. Ну, вот, смотрите, какие мантики. Все целенькие. Вкусненькие, сочненькие. В общем, все, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. И мы пошли кушать. Вот. Сейчас включу свечку. Мантики уже сделала. И буду смотреть кино. Да, Сонечка лежит. Красавица моя, лежишь. Тебе, хорошо тебе ли на подушечке? А? Хорошо ли тебе ли на подушечке, Соня? Она так выпрашивает у меня, чтобы я камин затопила. А вот сейчас тепло у нас на улице. Я не знаю, где-то плюс 15 градусов. И если камин топит, что сильно жарко получается дома. Так что камин мы вот это в последнее время не топим пару дней. Красиво, да, стоят мои веточки? Уютненько, мне нравится. Создают уют. Соня, тебе нравится? Лежи. Лежи. Что ты вот вздрагиваешь? А, Соня? Что ты так вздрагиваешь? А, что? Всё, друзья, пошла я смотреть кино. Сейчас найду свой сериальчик. Ой, сяду. И ещё успею досмотреть, пока, может, работа не придёт. Кино. Субтитры сделал DimaTorzok